Всем привет! Заранее извиняюсь за шум, который возможно будете слышать в этом видео, потому что открыты окна, иначе мне будет очень жарко. И в этом видео я покажу вам 4 купальника с сайта Капшек, о котором я уже много раз вам говорила и показывала купальники с этого магазина. Все они шикарного качества. И также покажу вам несколько товаров с сайта Алиэкспресс, там их около 10, может больше, возможно больше. Всякая мелочевка, которую я заказывала сама, все это очень бюджетное, поэтому сможете легко себе это прикупить. И начнем с купальников по возрастанию моей симпатии. Первый купальник вот такой вот желтый, очень красивый цвет, блин, так хотела этот желтый купальник, но в итоге он мне как-то на меня не очень сел, мне не очень нравится, как он на мне смотрится. Сам купальник крутой, он прям насыщенного желтого цвета, ближе к оранжевому, это прям камера неправильно передает, здесь есть какие-то сеточки, и попа у него относительно закрытая, то есть не стрингами идет. Размер этого купальника и остальных S, то есть, как я уже говорила в предыдущих видео про эти купальники, немножко размер больше мерит будто бы, потому что обычно у меня M-ка в данный момент, все купальники, которые я заказывала S-ки. Я то есть писала продавцу, просила мне подобрать размер на мои параметры, он высылал мне S. Есть чашечки, как и также во всех купальниках, то есть вы просто надеваете, так вот втискиваетесь в него через верх, и все, тут ни замков, ни завязочек, ничего. Следующий купальник идет такого болотно-зеленого цвета, выглядит очень большим, по факту он сидит вне отлично. Также чашечки, здесь видите, уже он более интересный, здесь есть вырезы, здесь повсюду спинка полностью так открытая треугольником, также относительно закрытый низ. Этот сидит уже получше, как мне кажется, именно на моем типе фигуры, мне также безумно нравится, вообще все эти купальники мне понравились, то есть нет такого, который мне не подошел, или который я бы не стала носить. Вот желтый, скорее всего, отдам подруге, а вот эти вот буду все носить. Классные, прям мне они безумно нравятся по своему материалу, по своему качеству, качество, кстати, превосходное, вообще никаких нигде ниток, ничего, все шикарно. Еще один слитный купальник, тоже интересно выглядит у него, черный низ, белый верх, и мне кажется, это идеальное решение. Для тех, у кого есть животик, бока небольшие, потому что черный визуально их уменьшает, и белый визуально увеличивает верхнюю часть туловища, и как-то все это выглядит более гармонично. Он уже, ну, попроще, чем предыдущий, зачем так ярко? То есть, по сути, из необычного, здесь только то, что завязывается он по центру, и все. В остальном это обычный низ, лямочки регулируются, как у биткальтера, также размер S, также есть чашечки, только они уже какие-то менее плотные, чем у предыдущих. И четвертый купальник, он раздельный, леопардовый расцветки. Это вот такой вот верх на железной застежке, и вот такой вот низ, который кажется просто огромным. Поверьте, это просто кажется, например, как вы увидите, он смотрится нормально. Не дайте, извините за выражение. Классный вообще, мне безумно нравится цвет, мне нравится принт, мне нравится фасон, нравится, как сидит, все, все, меня в нем устраивает. Классный вообще купальник. Блин, ну, я вообще обожаю купальники с этого сайта, они все крутые. Я вам вставлю, наверное, ссылочку на другие мои видео с этими вещами с сайта Капше, и вы там подберете, может быть, какой-то другой. Ну, а теперь перейдем уже к сайту Алиэкспресс. Я буду просто в рандомном порядке доставать все из пакета. У меня вот такой вот полный пакет, здесь в основном мелочевка всякая, и также есть три маечки. Первую майку я вообще выиграла в раздаче халявы. И самый, знаете, закон подлости в том, что я подавала заявку, кто не знает, там через приложение заходите, там есть на главной странице в правом боку надпись «Халява». Нажимаете, там можно в день подавать две заявки на любой предмет, вот, и то есть вам потом повезет, если вас рандомно выберут. И вот меня выбрали, я поучаствовала, наверное, дней 10, и вот мне пришло уведомление, что вы стали победителем раздачи халявы. И сам прикол в том, что я подавала заявку на разные классные вещи, и потом как-то такая, думаю, я не буду больше участвовать, и выбрала просто первую попавшуюся майку, которая мне не особо-то и нравится. Точнее сказать, она мне вообще не нравится, я такое не ношу, ни фасон, ни расцветку, ничего. Как думаете, я ее выиграла? Закон подлости, говорю. Это вот такая вот майка, по-моему, сейчас актуальный вот этот фасон с такими тонкими лямками. Мне напоминает просто, как будто из футболки вырезали что-то. Лямочки очень-очень тоненькие, внизу заужается, и эти вот горизонтальные полоски, лично меня, они делают визуально еще больше, потому что, ну, сами понимаете, полоска такая, она вполне, она как раз на районе талии, так что он как-то делает тебя квадратом, ну, меня лично. Конечно, если у девушки есть офигенная талия, она не сделает ее полнее, чем есть на самом деле. Размер это, по-моему, L, здесь нет никакой надписи, но там вот, когда продавец отправил мне, он мне не написал, не спросил ни мой размер, ничего. Странно, возможно, он смотрел по моим каким-то предыдущим заказам, какие размеры обычно я беру, не знаю. Но майка мне подошла, но носить я ее не буду. Далее уже вещи, которые я заказывала сама. Первая это вот такая вот маечка, она стоила что-то в районе 300 рублей, может быть, даже дешевле. Она идет длинная, с змеиным принтом, с кружевом, и она очень классно смотрится именно в заправленном состоянии. Мне не нравится, как она смотрится в длинном таком, я так не ношу, но вот в заправленном круто. Мне кажется, ее прикольно будет носить с брюками, с юбками, с шортами, хоть вообще с чем угодно, она легкая. Конечно, это синтетика, но за счет того, что она свободная, я думаю, жарко в ней не будет. Выполнена, в принципе, она качественная. И еще одна маечка, в которую я влюбилась, я хотела бы других цветов такую. Это прям такой короткий-короткий топ, желтенького цвета, даже ближе к оранжевому, а не желтого. У него есть на груди завязочка. В общем, абсолютно простой, но смотрится он классно. Также будет вообще смотреться хоть с чем абсолютно. И, кстати, он хорошо тянется. Размер это... Не скажу какой, потому что здесь он не написан. Ну, по-моему... Вообще, в любом случае, все вещи я всегда смотрю по размерной сетке, поэтому не спрашивайте у блогера, какой он взял размер. Смотрите по своей размерной сетке. Мы уже ни у кого не спрашиваем, когда покупаем. Далее два ремня. Первый такой насыщенно-желтый. На примерке вы его видели. Вот такой вот. Правда, я думала, что он будет пошире, он прям тоненький. Но, в принципе, это не страшно, потому что выглядит он классно. Он лакированный. Клевый ремень, да, плестит. Мне прям нравится. И еще один ремень голографический. Тоже очень крутой. Также видели его на примерке. Вообще классно переливается. Надевала два раза. Он царапается, но он плотный, так что, думаю, не порвется. Единственный минус, говорю, он царапается. Но так как он переливается, царапины эти как-то не видно. Далее поклонникам Ривердейла. Это вот такая вот нашивка. So outside. Она переносится с помощью утюга. То есть прикладываете на какую-то вещь, утюгом проглаживаете, и она отпечатывается. Очень хочу сделать на какую-нибудь футболку, или, возможно, на джинсовку лучше. Да, скорее всего, я это сделаю. Далее вот такая странная вещь. Я ее заказывала еще, когда было холодно. Пришла она мне в итоге, наверное, месяца два назад. Это вот такая вот штука, чтобы зимой не мерзли уши. Но ее лучше, наверное, делать с хвостиком, потому что если вы делаете на распущенные волосы, у вас получается вот такая голова. Она очень дешево стоила. Внутри поролон просто, знаете, чисто, чтобы не задувало ветер. Далее очки. В коробочке у них был мешочек специальный. И это обычные очки, то есть обычным стеклом. Мне кажется, или они поцарапанные, несмотря на то, что они новые. Какие-то они заляпанные. В общем, окантовка у нас леопардовая. И вот так они смотрятся. Мне кажется, прикольно. Правда, как вам показать, чтобы не отражало. Вот так, наверное. В общем, достаточно интересные очки. Мне такая форма, мне кажется, более-менее идет. Без понятия, если честно. Ну, так, чисто для, как они называются, имиджевые очки. Чисто для какого-то образа неплохо. Далее, две вещи, которые я еще не пробовала. Будем с вами потом вместе в Инстаграм тестировать. Так что подписывайтесь на мой Инстаграм. Там я часто положу какие-то тестинги косметики. Также делюсь своими фаворитами косметическими. В общем, все-все-все там, все интересно. Ну, и те, кто любит сериалы, для любителей сериала, вы будете первые узнавать о том, что я просмотрела. Потому что я регулярно пишу посты на эту тему. Итак, первое. Это спонж для умывания, который якобы умывает вас без использования вообще каких-то либо пенок. То есть просто должны намочить его и сереть макияж. Я ни разу этого не делала. И вот сегодня, наверное, сниму макияж, попробую им. После того, как сниму это видео. И публикую это в сториз через пару дней, чтобы у вас была возможность успеть подписаться. Потому что, на числе, я публикую уже сейчас это. То видео пока будет готово. Придет уже день, например. И вы просто не успеете это увидеть. Так что подписывайтесь в Инстаграм. И заметите, как он работает. И вот такая вот кисточка. По-моему, называется Кабуки. Или я ошибаюсь. Такая маленькая. Она не лезет. Набита не плотно. Это кисть для тона. Тоже очень будет интересно, как она его распределяет. Поэтому тоже вместе потестим. Далее то, что актуально в 2019 году. Это заколка. Вот такая вот заколочка. Кстати, пожалуйста, не заказывайте их в всяких шоурумах. В магазинах не покупайте. Они стоят по полторы тысячи, по пятьсот рублей. Вот это, по-моему, около сотки. Если не дешевле. Просто это все закупается на Алиэкспресс. Вот даже если представите Алиэкспресс какой-нибудь шоурум с заколками. Вот там абсолютно те же самые. И то есть вот так. Хопс. И можете убрать волосы. Далее две помады. Я думаю, подобные помады вы на Алиэкспресс уже много раз видели. Такие вот матовые упаковки с подтеками. Правда, они сейчас вот эти вот именно стоят дешевле, чем стандартные. Потому что они размером намного меньше. Я вам покажу просто свотч. Вот это вот в оттенке F04. Она прям какая-то мертвичина. Мне она вообще не идет. Она, например, цвет тональника. И вот такая вот красная в оттенке F01. Она уже интереснее смотрится. У меня она нанесена была на губы в одном из предыдущих видео. По-моему, покупки с сайта SHEIN. Там я была ей накрашена. И далее большое количество сережек. Сейчас я сразу буду их на себе показывать. Первые серьги очень необычные. Они идут в виде булавок. Так вот они выглядят. Давайте я одну пару буду надевать. И вот так вот они смотрятся. Они будут перекручиваться. Либо будут идти, они будут раздваиваться. Будет видно и красную. По-моему, очень интересно выглядят. Необычно. Так что вообще сейчас я покажу вам серьги. Они почти все необычные. Далее вообще что-то нестандартное. Это вот такие медведи. Как мармеладные мишки как будто бы. Блестящие. Вообще полностью все переливаются. Этими серьгами вы точно не останетесь незамечены. И вот так вот они смотрятся. Мне кажется, это очень забавно. Такие вот объемные серьги можно носить одну. Не обязательно надевать две. Вот именно объемные. Их часто надевают одну без второй половинки. Далее это вот такие вот сережки с сердечками и радугой. Да, это не ЛГБТ-флаг. ЛГБТ-флаг с шестью цветами. А радуга с семью. Вот так они смотрятся на лето. Прям вообще, мне кажется, классно. С каким-нибудь вот желтым нарядом буду носить их. И последние две пары. Они идут круглые. Первая вот такая. Это гвоздик. И такое вот кольцо. Они достаточно увесистые. Кольцо это объемное. И вот что я себе представляю. Эти вот очень классные. Они такие уже идут лаконичные, аккуратненькие. И под офисный стиль подойдут. Крутые серьги. Мне прям очень нравятся. И на контрасте с предыдущим последние очень хлипенькие. Это вот такие тоже кружочки, кольца. И на них есть звездочки. Они прям вообще хлипенькие. Они все гнутся. Странные. Обычно у меня камера на 16 минутах вырубается. Уже 17-20. Короче, не могу попасть. Но смотрятся они вот так. Ну, те мне больше нравятся. Хотя эти, в принципе, тоже интересные. Потому что на солнце звездочка будет плековать. Ну, и на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я скучала по такому формату, когда много разных всяких штук с Алиэкспресс дешевых. Ну, как бы... Как бы вот. Не судьба. И большое спасибо за просмотр. Ссылки на все, конечно, оставлю вам в описании. Я вас всех люблю. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok